Добрый вечер! Вы смотрите продолжение большого телевизионного проекта в объективе ТНВ «Большая семья». В течение этого лета мы говорили о проблемах многодетных, рассказывали о реальных судьбах и непридуманных житейских проблемах, обсуждали катастрофическое количество разводов и пытались понять тех, кто все-таки решился на расторжение брака. Сегодня в центре нашего внимания еще одна живая тема. Мы будем говорить о демографии. Вопрос демографии важнейший, определяющий развитие страны на десятилетия вперед. Об этом в ходе традиционной прямой линии заявил президент России Владимир Путин. Ужасающий спад рождаемости во время Великой Отечественной войны и, как следствие, снижение числа рожденных на рубеже 70-х. Трудные периоды 90-х годов и сокращение числа новорожденных уже в наши дни, в 2017 году. Демография. Запрос на высокую рождаемость. Вот тема нашей программы сегодня. Вместе со мной этот эфир сегодня проведет моя соведущая, заместитель председателя Государственного совета Татарстана, руководитель объединения женщин-депутатов Мерхамед Милосердия Татьяна Петровна Ларионова. Здравствуйте, Татьяна Петровна. Добрый вечер. Сегодня в нашей студии принимают, в нашей программе принимают участие Эльмира Амировна Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, мама двоих детей. Добрый вечер. Добрый вечер. Адель Юнусович Ваффин, министр здравоохранения Республики Татарстан, папа пятерых детей. Здравствуйте. Добрый вечер. Гульнара Закаримовна Габдрахманова, заместитель министра образования и науки Республики Татарстан, мама двоих детей. Добрый вечер. Добрый вечер. Алексей Михайлович Фролов, первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, папа двоих детей. Добрый вечер. А также сегодня в этой студии присутствует Асейзнятна Валиулина, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Республике Татарстан. Ралия Робертовна Мухаммедханова, начальник аналитического отдела аппарата уполномоченного по правам человека нашей Республики. АПЛОДИСМЕНТЫ Динара Ильдаровна Косач, мама семерых детей, воспитатель семейной детской группы детского сада 399 города Казани. Награждена медалью «Она даны. Материнская слава». АПЛОДИСМЕНТЫ Павел Петрович Звегинцев, председатель Татарстанской ассоциации приемных родителей, священнослужитель, отец пятерых кровных и одиннадцати приемных детей. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена Ивановна Матвеева, многодетная мама. В семье Матвеева 12 детей. И, конечно же, Елена Ивановна также награждена медалью «Она даны. Материнская слава». АПЛОДИСМЕНТЫ И, пожалуй, самый молодой участник нашей сегодняшней встречи Сергей Свиягин. Несколько дней назад, 1 августа, он стал счастливым папой. Жена Людмила подарила ему доченьку Катюшу. Поздравляем! АПЛОДИСМЕНТЫ Вот такая у нас сегодня звездная студия. И я уверена, что обсуждение темы нашей программы будет интересным, ярким и конструктивным. Но, предваряя дискуссию в студии, я хотела бы обратиться к нашим телезрителям. Нам очень важна обратная связь. Очень важно знать ваше мнение. Тем более по такой сложной и интересной теме, как демография и поддержка многодетных семей. Поэтому мы ждем ваших звонков. Горячая линия будет доступна с 21 августа. Звоните. Вы нам очень и очень нужны. Ну а мы начинаем нашу программу со статистических данных. Средняя продолжительность жизни в России в прошлом году выросла до 71 года. В Татарстане показатели еще выше. 73 года по итогам 2016. О том, как выглядит демографическая ситуация в стране, республике, в районах Татарстана, мы расскажем в нашем материале. На протяжении последних шести лет в Татарстане рождаются больше, чем умирают. Естественный прирост населения в 2016 году 2,8 на тысячу человек. В России же этот показатель колеблется в районе всего 2-3 десятых. Рекордным в республике можно назвать год 2012. Сорегистрирован Бэби Бум. Родились более 55 тысяч малышей. Все последние годы республика удерживает этот показатель. Так, к примеру, в 2015 году на свет появились 57 тысяч 500 детей. Положительную динамику дают не только большие города, но и районы республики. Пять лет назад положительный естественный прирост населения был достигнут в Казани, в набережных Челнах, а также в Альметьевском, Балтасинском, Кукморском, Сабинском и Тукаевском районах. По итогам 2016 года детей все больше рожали в Казани, Тукаевском, Альметьевском, Нижнекамском, Елабужском районах. Однако с рождаемостью не все так хорошо в Камско-Устинском, Кайбецком, Опастовском, Рыбнослободском и Спасском районах. В целом по России темпы рождаемости все же ниже. Положительная тенденция наблюдалась в 2013, 2014 и 2015 годах. Родившихся было больше умерших в среднем на 27 тысяч человек. Естественный прирост населения в Татарстане обусловлен не только высокой рождаемостью, но и снижением смертности. Это общероссийская тенденция. В республике значение основных показателей смертности ниже среднероссийского уровня. В середине года Татарстан сохранил положительную динамику. За 6 месяцев родились 27 тысяч малышей. Прирост на 1200 человек. Ну что ж, когда речь заходит о детях, многие молодые женщины высказывают вполне оправданные опасения. Кто-то боится рожать в ущерб карьере, кто-то переживает за свое здоровье, кто-то боится испортить фигуру. Такое тоже бывает. И тем не менее, среди нас сегодня в этой студии есть женщина, которая отвергла абсолютно все сомнения в том, что материнство – это великое счастье. Елена Ивановна, здравствуйте еще раз. Расскажите, пожалуйста, вашу историю, как вы решились стать многодетным родителем. Я многодетная мама. У нас в семье воспитывается 12 детей. Все дети здоровые и хорошенькие. Мне кажется, любая семья уже настраивается на многодетность, не ища какой-то выгоды, наверное, мне кажется. Это уж каждая семья по-своему решает, получается. Но, кажется, если меры поддержки для многодетных семей – это тоже очень приятно. Вот нашу семью мы все меры получили. И нам вручили микроавтобус. И жилищные условия всем нам улучшили. Это же очень хорошо. Очень для нас хорошо, мне кажется. Сколько лет старшему, сколько лет младшему ребенку? Старшей дочери 25. Младшенькому год и 9 месяцев. Замечательно, что есть у нас такие мамы. Замечательно, что есть такие семьи. 12 детей – это здорово, это замечательно. Спасибо вам огромнейшее. Аделья Ивановича, вопрос к вам. Вот сейчас статистика прозвучала. Действительно, седьмой год подряд в Татарстане количество рождений превышает смертность. Это безусловно радует. А вопрос такой. Какова официальная статистика соотношения рожденных детей и прерванных беременностей? Официальная статистика говорит о том, что где-то процентов 40 от числа рожденных детей – это количество прерванных беременностей. Но мы работаем над тем, чтобы все-таки убедить женщину сохранить беременность. У нас работают центры кризисной беременности, 6 центров. И вот за прошлый год до абортной консультирования прошли более 2000 женщин, которые решили прервать беременность. 368 женщин сохранили. И мы считаем, что это настоящая победа. Нам удалось аргументировать, убедить, вселить уверенность. И доказать, что сегодня есть современные технологии, генетические исследования, ультразвуковая диагностика, которая позволяет диагностировать пороки развития. Аргументов ведь очень много. И мы с ними сталкиваемся. Даже в наших семьях мы с родными и близкими сталкиваемся, когда начинают звучать такие мнения. Отрицательный резус-фактор. Двое детей уже есть. Это риски. А вдруг родится больной ребенок. Вот на все эти вопросы современные технологии сегодня позволяют ответить. То есть не надо бояться, надо идти консультироваться. Надо идти обследоваться, надо провести генетическое исследование. И на все эти вопросы можно получить ответы. Насколько вероятность высока риска развития ребенка с генетическими нарушениями, с хромосомными аномалиями. Ну а ультразвуковая диагностика, те центры, которые сегодня созданы, они с высокой достоверностью могут диагностировать пороки развития. И это тоже используется сегодня в практике в акушерской службе. Я думаю, нас слышат сегодня и женщины, слышат их мужья. И это тот резерв, который действительно есть у республики, действительно есть во всей России. Замечательно, что наше министерство его видит, чувствует, понимает и принимает определенные меры. Еще каких-то 15-20 лет назад возможности отечественной медицины были намного скромнее. О выхаживании малюток, недоношенных детишек, родившихся намного раньше срока, чаще всего не могло быть и речи. Сегодня у медицины совсем другие возможности. Борьба идет за каждого зачатого ребенка. Предлагаю посмотреть сюжет на эту тему. Чудо! Вот рубиного испеченной матери одновременно на 3D-экране. Видно и ножки, и пальчики, все до мелочей. Первые УЗИ беременным делают в 11-14 недель. До этого девушка в положении должна встать на учет в женскую консультацию. Здесь ведут пациентов весь период беременности. Главное – забота о матери и малыше на раннем сроке. Контроль за состоянием плода, за сердцебиением плода, за состоянием плода, для того, чтобы уже наблюдение в течение нормальной беременности и для определения маршрутизации родов беременности, где должно происходить родоразрешение данной беременности. В Татарстане существует третий пород домов. Какой попадешь, зависит от протекания беременности. В первой направляют мам без осложнений, во второй с патологиями, третий тип – самые трудные пациентки. Ну стой, дружок, будешь героем. Все трудные беременности ведут в перинатальном центре РКБ. С сентября он работает на полную мощность. Только в этом году здесь приняли более 4000 родов. Сюда приезжают пациентки со всего Татарстана. Эльвира Морданова из Арска с трудом сдерживает свои эмоции. Родила долгожданного первенца, а ребенке мечтала 15 долгих лет. Много ЭКО делала, не приживались, были беременности, тоже неразвивающие беременности были. Вот это уж у меня последняя ЭКО. Малыш здоровый, но немало в центре недоношенных. Их врачи лечат и растят в особых условиях. Приблизительно составляют около 10% преждевременной роды. Дети у нас выхаживаются от самых экстремального веса. Экстремальным считается 500 грамм, когда мы, как доктора, должны этих детей выходить. Чаще всего у недоношенных проблемы с весом и дыханием. Бывает, рождаются в 23-25 недель. Специалисты выхаживают их в отделении реанимации интенсивной терапии. Дети находятся на искусственной вентиляции легких, а доктора кормят их энтеральным путем. Дети эти очень незрелые, крайне уязвимые. Выхаживание таких детей действительно задача очень сложная. И чем меньше срок гистации, тем, конечно, эта задача становится все более сложной. Иногда попадаются такие сложные, что просто задаешь себе вопросом, что же с ними делать. Но у нас, если идет наблюдение, у нас в РКБ, то у нас, как правило, беременность оканчивается хорошо. Чтобы все было хорошо, в этом центре идет круглосуточный мониторинг медпомощи тяжелобольным детям в роддомах, детских больницах республики. Есть единая база пациентов по обращениям. Организованная обратная связь в режиме онлайн. Проводят консультации в режиме конференц-связи с использованием телемедицины. Вот таким хэппи-эндом обычно заканчивается пребывание беременных в перинатальном центре и не только. С начала этого года в республике родилось 27 тысяч малышей. Адель Акламиц, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Ну что ж, результаты, конечно, и впечатляют, и обнадеживают. И все-таки следующий вопрос у меня вновь к вам, Адель Юносович. Родить здорового ребенка – это счастье для каждой мамы, для каждой семьи. Но ведь очень важно, чтобы ребенок с первых дней находился в руках наших заботливых медиков и в условиях поликлиники, и в условиях стационара, если потребуется. Самое главное, чтобы эти условия были одинаково значимыми и в сельской местности, и в городе. Вот в этом отношении. Какие меры принимаются для того, чтобы педиатрия, у нас наши педиатры, уважаемые, много делающие для детей, действительно работали в достойных условиях. А малыши ходили в поликлинику или в больницу с удовольствием, с настроением, и знали, что их там ждут, и им там обязательно помогут. Направлению детства и родоспоможения, действительно, в Татарстане уделялось всегда особое внимание. И большую программу модернизации, которая реализовывалась в 2011-2013 годах, критерий федеральный был не менее 25% средств направлять на учреждения детства и родоспоможения. В Татарстане этот критерий был перевыполнен 36%. Благодаря поддержке нашего президента, благодаря значительному софинансированию этой программы из республиканских средств, нам, конечно же, удалось сделать целую систему современных детских учреждений родоспоможения, детских больниц в Казани, в Набережных Челнах, в Нижнекамске, в Альмитевске. За счет республиканских средств нам удалось создать межмуниципальные родильные дома. Мы отремонтировали родильный дом в Зеленодольске, детскую больницу в Лениногорске. И вот в этом году программа модернизации, она продолжается. И справедливости ради стоит сказать, что ни на один год эта программа не останавливалась. И всегда в поле зрения были учреждения детства и родоспоможения. Только в этом году 31 объект детские поликлиники будут отремонтированы благодаря президентской программе. Это наша программа республики Татарстан. Ну, а будущий год мы ставим перед собой задачу отремонтировать женские консультации. Это тоже очень важный этап. И здесь мы считаем, необходимо уделить внимание не только женскому здоровью, но и мужскому здоровью. Потому что очень важно, чтобы бесплодия все-таки было у нас меньше. И счастливых пар было больше. Но для этого надо проходить обследование, проходить своевременное лечение для того, чтобы рассчитывать на здоровую беременность и рождение здорового ребенка. А те технологии, которые были в сюжете показаны, нам действительно удалось, несмотря на введение новых критерий учета живорожденности от 500 граммов и 22 недель беременности, нам удалось снизить младенческую смертность. И по прошлому году даже мы ее снизили почти на 15%. Это 4,7 на 1000 родившихся живыми. Это достаточно низкие показатели. Я могу сказать, что самый маловесный ребенок, которому провели специалисты детско-республиканской клинической больницы эндоскопическую операцию, весил 386 граммов. Представьте себе. Замечательно. Аплодисменты. Это безусловно. Аплодисменты. 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 Я, поскольку все-таки занимаюсь здравоохранением и была в то время помощником президента, очень опасалась того, что это приведет к росту инвалидности среди наших малышей. Но ведь, к счастью, у нас эти показатели тоже остались в той же, в тех же параметрах, которые были и раньше. Это, конечно, успех здравоохранения. И это, конечно, побуждает наших мам, родителей рожать следующих малышей. Пусть их будет больше. Успехов вам. Спасибо. Ну что ж, а я предлагаю взглянуть на проблему, обсуждаемую сегодня. С другой точки зрения, как молодой человек, я не против стать главой большого семейного коллектива. Но, честно говоря, опасаюсь, что не потяну такую серьезную ношу. И, конечно, в этой ситуации хотелось бы полагаться на государство в том числе. На что я могу рассчитывать, Эльмира Амировна? Безусловно, прежде всего, хотелось бы сказать, Матвей, что многодетным семьям в республике оказывается очень серьезная поддержка. Помимо всех тех федеральных льгот, о которых мы знаем, это единовременная выплата по рождению, по уходу до полутора лет и так далее, у нас действует отдельная программа поддержки многодетных. И это субсидия на лекарства, то есть то, что важно для семьи. Потому что и затраты на эту часть жизнеобеспечения значительные. Это субсидия на проезд. Причем проезд не только школьников, но и тех детей из многодетных семей, кто обучается в учреждениях профессионального звена. То есть это значит, что до 18 лет мы продляем поддержку для этих многодетных семей. И, конечно же, то, что составляет основную часть бюджета семьи, это всегда оплата за ЖКУ. Так вот, многодетные семьи в республике Татарстан имеют льготу в размере 30% и на жилищные, и на коммунальные услуги. И в целом, вот вся та поддержка, которая сегодня у нас предусмотрена многодетным семьям, значительная. Это практически полмиллиарда рублей. А в целом, на детство в республике Татарстан только по линии Министерства труда, занятости и социальной защиты направляются 7 миллиардов рублей. И я уже не говорю о тех программах, которые действуют. Это оздоровление в летних лагерях. Это программы питания в школьных учреждениях. Это программы, кстати, уникальная программа обеспечения специальными молочными смесями. Посмотрите, многие регионы ушли просто на какие-то, ну так скажем, молочные, закрыли молочные кухни и отошли от этой нормы, ну как бы считая ее пережитком советского прошлого. Татарстане это не так? Нет. У нас мало того, что действует специализированное предприятие, и мы имеем возможность обеспечивать наших детей до 3 лет специализированным питанием, молочным питанием, специальными смесями. В зависимости от тех диагнозов, нозологии, которые могут быть. И, конечно же, это уход, то, что важно, компенсация платы за детский сад. Каждая мама знает, что это значительная часть бюджета, но у нас тоже это адресно. За первого ребенка 20%, за второго 50%, и 70%, если трое детей из вашей будущей многодетной семьи будут посещать детский сад, то, Матвей, вы получите и эту меру социальной поддержки. Но мы должны понимать, что это не должно ограничиваться только такими материальными мерами. У нас есть прекрасная награда, это медаль материнской славы Анна Аданна. И вот наши гости сегодня, Елена Ивановна и другая многодетная мама, тоже награждены этой наградой. И это, конечно же, символ и знак общественного признания женщины-матери, родившей и достойно воспитавшей 5 и более детей. Ну, сегодня мы называли уже значительные цифры, которые выделяются из республиканского бюджета. Важно, чтобы каждый человек чувствовал заботу государства. Наша программа выходит уже не в первый раз, и не в первый раз мы обсуждаем серьезные, острые проблемы, о которых нужно говорить. И зрители реагируют. Приходят письма, сообщения, комментарии к нам в редакцию. И вот вопрос звучит следующим образом. Республика Татарстан отличается высокой рождаемостью, поэтому список региональных пособий не слишком велик. Это мнение нашего зрителя. Система помощи семьям с детьми малоразвитой в большинстве своем ограничивается только федеральными выплатами, едиными для всей страны. Давайте разберемся в этом вопросе и прокомментируем ситуацию. Расскажем, где же региональные выплаты, где федеральные. То есть, как я сказала, уже федеральные льготы и выплаты, они всем известны. Это по случаю рождения, и женщинам выплачивается пособие до полутора лет. Республиканские меры шире, и поэтому, позвольте не согласиться вот с этим мнением, 7 миллиардов рублей. Это значительная сумма, которая идет из регионального, из республиканского бюджета, и причем наши меры, они адресные. То есть, мы не поддерживаем вот всех, независимо от дохода, а все-таки мы идем и помогаем тем семьям, кто особо нуждается. Посмотрите, пособие на ребенка адресное, семьям с доходом ниже прожиточного минимума. Мало того, что адресное, отдельное пособие матери, которая одна воспитывает ребенка, то есть одинокой матери. Отдельное пособие тем детям, кто родился и в семье военнослужащего, находящегося, проходящего службу по призыву. И, к сожалению, есть такая категория детей, которые тоже находятся под поддержкой государства, допустим, если родитель не выплачивает алименты. И вот здесь тоже выплачивается пособие из республиканского бюджета. И, как я уже сказала, компенсационная выплата за детский сад. Мало того, что есть в размере 20, 50, 70 за 1, 2, 3, есть еще и муниципальная выплата, которая установлена из муниципального бюджета. Это, в общем-то, такая очень сильная и хорошая поддержка, в которой участвует не только федеральный центр из федерального бюджета. Это мы видим уровень республики, и мы видим участие муниципалитетов. Но я еще хочу отдельно сказать об участии предприятий. У нас есть крупные флагманы промышленности, где поддержка семей, и не только многодетных семей, а вообще и молодых семей, отдельно поставлена на предприятиях на высокий уровень. Это и ТАТ-Телеком, и предприятие ТАТ-нефть, и предприятие Нижнекамск-нефтехима, и КАМАЗ. То есть здесь еще и уровень работодателя, это различные, допустим, выплаты какие-то связанные к 1 сентября, выплаты по факту рождения следующего ребенка в семье. Или поддержка просто молодой семьи в связи с бракосочетанием. То есть это тоже то, что важно тогда, когда семья начинает свой жизненный путь. Елена Миромировна, убедили. Замечательно. Ждем детей. Будем стараться. Как можно больше. Елена Миромировна, у меня еще один вопрос, он тоже от телезрителя, и я его дословно зачитаю. Нельзя ли упростить процедуру оформления компенсации, либо изначально не включать определенную сумму в квитанцию на оплату. Тем более, что есть выплаты, которые положены при определенных условиях всем семьям при подаче заявления. Тем самым и разгрузить работников социальной службы, и избавить родителей от оформления документов. Очень актуальный и интересный вопрос. Сегодня мы переходим на электронные услуги. И сегодня, учитывая, что вот та молодежь, которая как раз заводит первого, второго ребенка, это активные пользователи интернета. И поэтому услуги для молодых семей по мерам соцподдержки, по каким-то льготам, выплатам, мы сегодня максимально стараемся перевести в интернет. То есть с тем, чтобы человек не приходил в органы соцзащиты, не собирал вот эту вот пачку документов, бесконечные копирования и похождения в органы социальных служб, а просто в удобное время, когда удобно, сел за экран компьютера и оформил мне все необходимые пособия. И, кстати, вот та выплата, Татьяна Петровна, о которой вы говорите, это выплата за детский сад. То есть сегодня она тоже полностью переведена в электронный вид, и ее можно оформить, не выходя из дома. И, кстати, по итогам прошедшего периода 2017 года, 60% получателей, а это очень большая цифра, это порядка 65 тысяч получателей компенсации за детский сад, воспользовались этой услугой электронно. И я, пользуясь случаем, всех призываю обратиться к сайту услуги tatar.ru, чтобы посмотреть, а может быть и вы можете оформить свои выплаты в электронном виде. Замечательно. Но я, наверное, только добавлю к тому, что вы сказали, что вообще и многодетные семьи, и в целом семьи с детьми могут еще получить широкий спектр услуг в наших учреждениях социального обслуживания. Поэтому спасибо вам за те формы работы, которые вы сегодня имеете с населением, спасибо за интересные новые форматы. Я думаю, что новые успехи у министерства не за горами. Успехов вам. Спасибо. Ну, а мне хочется напомнить, что у нас сегодня в студии Павел Петрович Звегинцев, отец большого семейства, который воспитывает пятерых кровных и 11 приемных детей. Вообще, благодаря таким людям, как супруги Звегинцевы, количество домов-интернатов в нашей республике значительно сократилось. Детей, оставшихся без попечительства родителей, меньше и меньше становится, потому что они обретают новые семьи. Павел Петрович, как вы решили сделать такой шаг? Взять на себя 11 приемных детей. И скажите, помогли ли вам в этой ситуации социальные льготы, которые предусмотрены в нашей республике? Здравствуйте. Ну, сразу 11 приемных детей, конечно, взять это нереально. Мы всех брали их понемножку. Ну и сразу стал вопрос о том, что как брать. Вот когда у нас две девочки выросли, пошли в самостоятельную жизнь, осталась одна уже в 11 классе училась. Ко мне супруга однажды вечером подходит, смотрит, когда укладывали детей, она говорит, диван освободился, два места есть, может, еще двоих возьмем. Я говорю, ну давай. И мы всей семьей сели возле компьютера лазить по базам данных и искать вот детишек. И всей семьей выбирали. И у нас дети все наперебой кричали, давай вот этих возьмем, а давай вот этих возьмем. Но дело в том, что у нас принцип был такой. Мы хотели брать не одного ребенка, а двух-трех, потому что одного ребенка возьмут быстрее. А вот двое-трое обычно задерживаются в учреждении, и поэтому мы хотели именно вот таких детишек забрать из учреждения в семью. И поэтому приемная семья очень хороший такой серьезный проект, по которому дети, которые лишены такой возможности, они, живя в приемной семье, они как раз учатся тому, что в ни в одном детском доме не смогут дать. То есть они учатся создавать семью. Они учатся, как строить отношения у мамы с папой, как строить отношения у родителей и детей. И поэтому впоследствии они создают свои семьи, рожают детей. И не только рожают детей. Вот у нас, например, уже шестеро внуков, причем из них один приемный. То есть одна из старших дочерей наших родила своих двоих, и потом еще оформила опекунство. То есть это результат. Я думаю, что это замечательный пример, который заслуживает уважения. И слово «спасибо» вам звучит от нас. Я думаю, что сейчас мы сделаем короткую паузу, но прежде напомним нашим телезрителям, что работает телефон горячей линии. Вы можете звонить и оставлять свои сообщения и комментарии. Да, и, конечно, ваше предложение, как же все-таки действительно решать вопросы, которые сегодня обозначены, какие меры государственной поддержки еще требуются, может быть, ввести, и какие, может быть, законодательные меры сегодня необходимы для вообще решения этих насущных проблем. Телефон горячей линии перед вами. Мы с 21 августа принимаем ваши звонки. Ну что ж, продолжим сразу после короткой рекламы на ТНВ. Не переключайтесь. И вновь я приветствую всех зрителей нашего телеканала. Вы смотрите телепроект в объективе ТНВ «Большая семья». При участии наших уважаемых экспертов сегодня мы обсуждаем тему «Демография. Запрос на высокую рождаемость». Павел Петрович, я вам хотела бы сказать тоже огромное спасибо за ваш жизненный подвиг. Это, безусловно, подвиг. За то, что вы еще и помогаете таким же приемным родителям, как вы. Вы очень много работы проводите в рамках своей общественной организации. Но я все-таки повторю свой вопрос. Есть ли тот перечень льгот, которые действительно сегодня очень актуальны и необходимы приемным семьям? Ну, именно приемным семьям выделяются средства на содержание ребенка, плюс небольшое вознаграждение маме за каждого ребенка, за воспитание, за такой вот тяжелый труд. Но дело в том, что, в принципе, когда берешь приемного ребенка, во-первых, нужно себе задать вопрос, а ради чего ты берешь этого приемного ребенка? Ради тех пособий или же ради того, чтобы дать ребенку частицу своей души? А во-вторых, даже те деньги, которые, в принципе, нормальная сумма выделяется, но даже этой суммы, в принципе, мало для того, чтобы содержать ребенка. И поэтому понятно, что семье приходится где-то выкручиваться, где-то искать подработку, еще что-то. Но все это делается не потому, что очень тяжело, а потому, что ты хочешь для этих детей потрудиться. Вы знаете, Конфуция однажды сказал, счастье – это когда тебя понимают. Большое счастье – это когда тебя любят. А настоящее счастье – это когда любишь ты. Вот представьте, насколько у нас большое счастье в доме. Спасибо. Спасибо. И я надеюсь, что вас сейчас слышат многие приемные родители, и что большинство, подавляющее большинство тех людей, кто принял в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, разделяют вашу точку зрения. Спасибо. Еще минуточку отвлеку вас. Значит, по поводу поддержки государства, я скажу так, я говорю тоже об этом многим другим людям. У нас был такой опыт. Мы получили субсидию на покупку большого двухэтажного дома по программе поддержки агропромышленного комплекса. Мы сейчас живем в большом двухэтажном коттедже, 20 соток земли, и все, что там нужно. Фруктовый сад, и дети очень рады. То есть, в принципе, поддержка государства есть. Это очень важный пример. Да, да. И, ну, понятно, что еще и государство как-то вот, как может поддерживать. То есть, те льготы, которые по соцзащите, мы тоже получаем. И плюс еще нам подарили также автомобиль большой. Большой дом, большая семья, большое счастье. Пусть будет так. Спасибо вам. Ну, а мы продолжим обсуждать меры государственной поддержки. Материнский капитал, этот термин мы знаем еще с 2006 года. Впервые он прозвучал в послании президента России Владимира Путина. И с тех пор и по сей день, я думаю, что никто не будет с этим спорить, является одной из самых востребованных мер государственной поддержки рождаемости. Расскажите, пожалуйста, материнский капитал сегодня. Какую сумму он предполагает, как его можно потратить? За 10 лет действия этой программы государственной поддержки семей, 235 тысяч семей Республики Татарстан получили сертификаты материнского семейного капитала. Из них 166 тысяч направили как раз на улучшение жилищных условий. Приобрели свое жилье, или построили дома, или купили квартиры. 10 тысяч направили на обучение своих детей. И 45 женщин сегодня направили материнский капитал на накопительную часть своей пенсии. Чтобы мы понимали, материнский капитал сегодня это сколько? В 2007 году, когда вступила программа, это в действии, она составляла 250 тысяч рублей. Сегодня это практически полмиллиона рублей. Это значит... Поэтому за эти годы, да, она ежегодно индексировалась. И мы надеемся, что в дальнейшем тоже она будет индексироваться, так как правительство приняло решение. Эта программа была рассчитана на 10 лет. И в этом году как раз 10 лет действий этой программы. Правительство приняло решение продлить на 2 года. Замечательно. А сейчас знатно, вы действительно очень правильно заметили, что это одна из самых эффективных мер поддержки семей с детьми. И очень хорошо, что вы отметили тот факт, что большинство все-таки семей направляет эти средства на получение жилья. Конечно, крыша над головой – это важнейший фактор семейного счастья, семейного благополучия, особенно семей молодых. Я очень рада, что сегодня у нас в студии Алексей Михайлович, потому что жилищный вопрос, вот мы третью передачу уже ведем по проблемам большой семьи, жилищный вопрос, он звучит всегда. Казалось бы, наша республика, несмотря на все экономические сложности, трудности, кризис, не перестает строить жилье. И все-таки жалоб, обращений, вопросов очень много. Если позволите, я просто перечислю отдельные из них, которые звучат чаще всего. Какие возможности получения жилья сегодня есть у молодых и многодетных семей? Кто входит в социально значимую категорию? Как получить социальную ипотеку? Есть ли понятие льгот в решении жилищного вопроса? Вот далеко не полный перечень, но наши телезрители ждут ответа на эти вопросы. Пожалуйста. Сегодня, если говорить, у нас в республике в очереди стоит 2300 семей на улучшение жилищных условий. У нас есть форма социальной поддержки, это социальная ипотека. Социальная ипотека предоставляется категориям граждан, которые являются работниками бюджетных организаций, организаций, которые участвуют в социальной ипотеке. То есть это крупные предприятия, которые также вносят платежи в государственный жилищный фонд. Социальная ипотека предоставляется сроком на 28,5 лет на 7% годовых. При этом при социальной ипотеке имеется поддержка семей, которые рожают ребенка. То есть на каждого ребенка дается дополнительно 200 тысяч рублей на погашение ипотеки. Помимо такой меры поддержки, у нас еще есть в республике программа по поддержке многодетных семей. Это семей 5 и более детей. На сегодняшний день в общем списке в республике находятся 723 семьи. Хочу подчеркнуть, что на данный момент на учете нет семей, где 10 и более детей. То есть вот этот вопрос, который вы как раз поднимали, он на сегодняшний день решен. 100% такие семьи, которые нуждались в поддержке жилищных условий, они решены. В этом году поддержка получит 50 семей. То есть ежегодно где-то порядка 150 миллионов рублей из республиканского бюджета выделяется на решение этих вопросов. При решении вопросов мы, как правило, также привлекаем в государственный жилищный фонд. Но и есть, конечно, варианты то, что каждая семья, получив сертификат, идет на вторичный рынок, либо покупает индивидуальное жилье. Безусловно, вы сегодня представили очень важную информацию, которая важна любой семье, не только многодетной. Где можно получить справку? Может быть, обратиться на сайт? Где, может быть, находится ипотечный калькулятор? Вот такая вот насущная информация. Где ее найти? Информацию можно получить на нашем сайте, можно получить на сайте государственного жилищного фонда. Но если есть какие-то вопросы дополнительные, лучше, конечно, обращаться к нам в министерство. Мы дадим соответствующие все разъяснения. Мы работу выстраиваем совместно с муниципальными образованиями. В каждом муниципалитете есть отделы жилищной политики, которые ведут работу по учету таких нуждающих семей. И мы уже эту информацию обобщаем. На дату постановки в очередь предоставляется непосредственно сертификат. Сертификат предоставляется на каждого человека по 18 квадратных метров. То есть по социальной норме предоставляется жилье. Это жилая площадь, не общая площадь. Спасибо. Ну что ж, прямо сейчас я предлагаю прерваться для того, чтобы посмотреть еще один очень важный материал. Наша съемочная группа провела Блиц-опрос среди жителей республики. Вопрос звучал следующим образом. Считаете ли вы, что государство в достаточной мере на законодательном и исполнительном уровне стимулирует рождаемость? Если нет, каковы ваши предложения? Давайте посмотрим. Понятно, что вот, конечно, участки выделились и потерянский капитал, да. Но я считаю, что этого недостаточно, потому что мама не работающая, вот я с тремя детьми, у меня нет возможности работать. Ну как правило. Вот, а у кого и более детей, как они могут и работать, совмещать работу и воспитание детей, непонятно. Минимальная зарплата для всего населения должна быть гораздо выше, нежели есть на данный момент. Те же самые единовременные выплаты, то есть в сравнении с западными странами у нас низкие. Побольше, наверное, субсидий, каких-то пособий, чтобы помогать, чтобы детям подниматься. Поднять зарплату и улучшить жилочные условия людей, потому что многие же живут на гранищах. Мы считаем, что то, что дают за второго своего ребенка, там, нормально, я считаю. И у нас в Казани очень много детей появилось. Как минимум сейчас существует материнский капитал, который довольно-таки неплохо, наверное, молодым семьям помогает решиться на второго ребенка. Во-первых, надо зарплату повышать, чтобы были декретные выплаты хорошие. Это самое главное. Много садиков строить, школ. А делать бы, конечно, чтобы обеспечение социальное было. Ну, платы за садик большие, в Татарстане особенно. Участки, чтобы давали достойно именно в хороших местах, а не так, там, где-то на отшибах бесплатные. За третьего ребенка все равно, как бы, дома не сразу, как бы, земельный участок не сразу дается. Могли бы уже тогда и сертификат, как за второго ребенка, просто увеличить и все. Декретные можно повысить пособие, потом можно продлить декретные вот не полутора лет, хотя бы до трех. Депутаты, если захотят, и примут закон, который они уже предложили, у кого много детей, там, деньги платить хотят. Каждый месяц, там, 25, 50, сколько. Если вот этот закон они примут, то это будет очень хороший стимул. Ну, что ж, много мнений, много предложений, в том числе и те, которые уже прозвучали в нашей сегодня студии. А вот еще один вопрос, который мы сегодня должны обязательно обсудить, это, конечно, проблема очередей в детские сады. Еще несколько лет назад эта проблема была одна из самых острых. К счастью, ситуация сегодня изменилась. Гульнар Закариевна, вопрос, конечно, к вам. Можно ли утверждать, что проблема в республике решена? Ну, добрый день еще раз всем телезрителям. На сегодняшний день проблема устройства детей дошкольных образовательных учреждений во многом решена. У нас была принята очень хорошая программа. С 2013 по 2015 года мы создали более 30 тысяч мест в дошкольных образовательных учреждениях. Было построено 158 детских садов, отремонтировано 55 зданий и 88 дошкольных учреждений были созданы новые группы. У нас остается проблема в таких больших городах, как город Казань, набережные Челны, Арск. Там действительно, в городе Казань, в советском Приволжском районе, потому что здесь самое большое, идет большое строительство новых домов. Там получают молодые семьи квартиры. И, соответственно, там у нас есть небольшая проблема. Но она на сегодняшний день уже практически решается. Вот в 2017 году, например, в этом году мы построили уже 7 детских садов, из них 2 в сельской местности и дополнительные места в дошкольных учреждениях, созданные в набережных Челнах. Я думаю, что в ближайшее время эта проблема будет полностью смерть. Отставания уже не будет. Отставания уже не будет. Гульнар Закаривна, но к вам тоже есть вопрос от нашего телезрителя. В Приволжском федеральном округе в 13 регионах родительскую плату в дошкольных учреждениях начисляют за фактическое количество дней, когда ребенок посещал это учреждение. У нас, как известно, иной порядок начисления родительской платы. Вот прокомментируйте, пожалуйста, порядок, который действующий в Татарстане. Почему он иной, а не как в других регионах? У нас в республике, если ребенок не посещает детский сад, то за питание родители не оплачивают. Но мы с вами прекрасно должны понимать, что понизить заработную плату нашему персоналу мы не можем только из-за того, что ребенок не ходит в детский сад. И у нас есть прекрасные компенсации, которые выплачиваются. Она федеральная. Она не зависит от того, сколько зарабатывают родители. Это 20% за первого ребенка, 50% за второго и 70% за третьего. А республиканская, она действительно у нас построена в зависимости от того, какой доход у этой семьи. И если доход составляет менее 10 тысяч, то там еще более компенсации. Если, например, 10 тысяч доход семьи на одного члена семьи приходится, и ребенок посещает у нас детский сад 10,5 часов, то он получит компенсацию федеральную 302 рубля, плюс компенсацию из республиканского бюджета, это 896 рублей. То есть при оплате за детский сад 2997 практически больше половины суммы ему возвратится. Как это часто бывает. Аргументированно, правда? Вот единственное, наверное, пожелание в данной ситуации только то, что разъяснительная работа, наверное, на местах, в дошкольных учреждениях должна вестись более активно. Поскольку наш народ с пониманием, я думаю, отнесется, тем более, когда вот с такими цифрами, с такими аргументами будут выступать специалисты образования. С подробным расчетом. Да. Несколько лет назад в Татарстане возникла инициатива создания семейных детских групп там, где детских дошкольных учреждений особенно не хватало. В свое время этот проект в определенной мере позволил снизить остроту проблемы очередей в детские сады. Ну, а прямо сейчас я предлагаю посмотреть сюжет на эту тему. Дети, идемте пить чай. Старшие за средними, средние за младшими. У Динары Косыч и ее супруга семеро детей. Они изначально планировали стать многодетной семьей и заниматься домашним воспитанием малышей. А потому возможность открыть семейную группу решило сразу несколько задач. Ждать очереди в детский сад не нужно, малыши под присмотром, мама при них в качестве воспитателя получает полноценную зарплату. Тогда, в 2011 году, открыть группу оказалось совсем несложно. Комиссия приходила из РАНО. РАНО была представитель заведующей, разумеется, наш врач из детского сада. И они готовы были пойти навстречу по любому поводу. Ну, так как у нас все было в порядке, и трое дошкольников, и метраж позволял, то есть мы очень легко открылись. Дети рождали, семейная группа работала. Проблем не было до 2014 года, пока не вступил в силу новый закон. Он подразумевает лицензирование всех учреждений, ведущих образовательную деятельность. Но для семейной группы получить такой документ практически нереально. Так, свой дом нужно отдать под безвозмездное пользование детскому саду и еще выполнить несколько условий. С нас требуют невозможного сигнализации с пульта, установка которой стоит 200 тысяч. Разумеется, детскому саду это выделяется из бюджета. Также этот пульт обслуживается по 3 тысячи в месяц, оплата, разумеется. Также были проблемы с санэпидемстанцией, потому что они тоже никогда не проверяли свой дом. Просто свой дом невозможно подогнать под категорию детского сада. Напомним, что семейные группы начали создаваться в республике в 2010 году, как вариативные формы дошкольного образования, призванные повлиять на дефицит мест в детских садах, и как новая мера господдержки многодетных семей. Но с 2014 года такие группы сокращаются, как раз из-за проблем с лицензированием. И если тогда их было 37, сегодня всего 18. И, скорее всего, они продолжат закрываться, если вопрос не будет решен. Сами многодетные мамы также ищут выход. У них есть свои предложения. Семейную группу просто приравнять к надомному обучению. То есть, к примеру, если ребенок по медицинскому приказанию учится дома, к нему приходят педагоги, при этом это помещение не лицензировано. Точно так же к моим детям пришел педагог в моем лице из детского сада и ведет образовательную деятельность. То, что семейные группы нужны, практика уже показала. Вопрос остается актуальным для многих семей. Как и для семьи Косач, которые планируют завести еще одного малыша, как минимум. Знаете, что важно в данной ситуации, на мой взгляд? Что такие группы созданы для многодетных семей. Более того, этими группами еще могут воспользоваться семьи с детьми инвалидами. Это тоже очень важно. И, наконец, что, наверное, самое принципиальное, это не детские сады. Это семейная детская группа. Она находится при каком-то детском дошкольном учреждении. И функция и задача детского дошкольного учреждения в этой группе каким-то образом участвовать специалистами, скажем, психологам, приглашать этих детей к себе на праздники, на мероприятия, на какие-то занятия, помогать консультациями нашим воспитателям. Поэтому я думаю, что у этой формы вообще семейного, такой семейной поддержки, многодетных семей в первую очередь, есть будущее, и оно должно быть и в нашей республике тоже. Но, если я ошибаюсь, то, Гульнар Закаривна, поправьте вы меня, пожалуйста, потому что очевидно, что Министерство образования поддерживает такие группы. Другой вопрос, что законодательство сегодня определило целый ряд новых дополнительных условий, которые семьям выполнить просто очень сложно. Как-то найти надо какую-то золотую середину, и, я думаю, поддержать семейные детские группы. В этом году, так как город Казань у нас попал в план проведения проверок, соответственно, все эти группы были выявлены. Но некоторые группы, я не соглашусь с статистикой, которая здесь была, некоторые группы, они закрылись по той простой причине, что там дети выросли. И они просто ушли уже из семейного детского садика, и необходимости в этом детском садике нет. С другой стороны, у нас есть разные варианты создания семейных групп. Это может быть, значит, где лицензия не нужна, это присмотр. И уход за детьми будет, где мама будет помощником воспитателя, и, соответственно, будет получать тоже какую-то оплату определенную. Это может быть, значит, место, где мама может быть педагогом, но на определенные занятия водить детей в детский садик, а где мама может быть непосредственно самим педагогом, и у нее и ее образовательный ценз будет соответствовать действительности. Тому образованию, которое она получила. На сегодняшний день в Министерстве образования уже разработано положение, в котором мы закрепили эти нормы. И сейчас мы привозим только все в соответствии. Я так думаю, что к 1 сентябрю уже какие-то новые, значит, и положительные моменты для будущей организации «Семейный гурт» нами будет предложено. Во всяком случае, мы этого вам очень желаем и очень на это надеемся. Спасибо. Ну и сегодня в течение всей программы мы очень подробно обсуждаем меры государственной поддержки, в том числе и для многодетных семей. Рылья Робертовна, следующий вопрос. Вам часто ли с проблемами приходят в аппарату полномочную по правам человека? С какими проблемами идут? Насколько эффективны у нас законы, действующие в Республике Татарстан? Вообще, на что жалуются чаще всего? В целом, об обращениях в адресу полномочную по правам человека в Республике Татарстан отмечу, что ежегодно их количество увеличивается. К примеру, в прошлом году в наш адрес поступило чуть более 3,5 тысяч обращений. В текущем году мы получили уже более 2 тысяч. Спектр вопросов, с которыми граждане к нам обращаются, достаточно широкий. Но в основном вопросы касаются реализации жилищных прав граждан, вопросов ЖКХ, предоставления мер социальной поддержки, социальной защиты и жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов. Если говорить о многодетных семьях, то в прошлом году к нам поступило 37 обращений от многодетных, в этом году 24. О чем пишут и с чем обращаются, это вопросы предоставления земельных участков многодетным семьям. Вопросы затягивания сроков предоставления данных участков и обеспечения их соответствующей инфраструктурой. То есть получается, в каких-то определенных случаях уже отработанные схемы и алгоритм не работают? Или в чем проблема? Я повторюсь, затягиваются сроки предоставления этих земельных участков, в том числе в связи с отсутствием инфраструктуры, то есть дорог, освещения и так далее. Такие обращения к нам поступали из Лаишевского, Тукаевского районов города, набережной Челны. По ним все мы очень внимательно отрабатываем, стараемся всегда выезжать и проводить совещания с приглашением вот этой родительской общественности, органов местного самоуправления и совместно вырабатывать решения указанных проблем. Ну и та горячая линия, о которой мы сегодня уже неоднократно говорили, она проводится тоже и в этот раз будет проводиться именно аппаратом уполномоченного по правам человека в нашей республике, совместно с женщинами-депутатами республики и всеми представителями министерства и ведомств, которые заинтересованы в решении этих вопросов. Телефон горячей линии вновь на экране. Ну а мой вопрос, Елена Ивановна, к вам. Я еще раз напомню, вы воспитываете 12 детей, очень многое сделали для них, и вы уже сами сказали, что благодаря сертификату и выделению субсидия вы значительно улучшили свои жилищные условия, что у вас есть автомобиль. Я дополню, что старшие дочери ваши замужем, что вы уже бабушка, что младшие дети все как один отличаются трудолюбием и воспитанностью. Давайте еще раз поаплодируем. Поаплодируем, конечно. Конечно, за всем этим ваше большое щедрое сердце и безграничное родительское терпение. А вопрос мой, пожалуй, очень простой, но в то же время сложный. Что же дает вам силы быть матерью целой дюжины мальчишек и девчонок? Ой, счастье, наверное, в том, что в доме полно детишек. Они веселенькие. Заряжаешься их энергией. Энергией детей. Вновь аплодисменты. Спасибо вам. Павел Петрович, далее к вам я обращаюсь как к председателю Татарстанской ассоциации приемных родителей. Конечно, меры государственной поддержки, они важны, но мы, как поняли чуть-чуть ранее, все-таки не являются определяющими в вопросе, когда вы решаетесь брать ребенка в приемную семью. Такие же родители, как и вы тоже. А что вами движет? Когда ты все это прошел, и ты видишь результат, действительно появляется патологическое желание еще брать детей, и еще в них вкладывать, вкладывать и вкладывать. Спасибо вам большое. Ну, а я хочу спросить нашего молодого папу Сергея Свиягина. Конечно, 9 дней ребенку это еще мало. Мы вас поздравляем еще раз с днем рождения, с рождением вашей Катюши. Спасибо. Ну, и все-таки, наверное, вы уже ощутили, какая ответственность ложится на ваши плечи. И вопрос мой может быть несколько необычный для этого срока ребенка. За вторым пойдете? Ну, безусловно, за вторым пойдем. Конечно, не 12 детей, но я думаю, что порог в три ребенка мы, конечно же, перешагнем. Поэтому я думаю, что да, обязательно за вторым пойдем. Отцовская ответственность уже имеет место быть. Спасибо. Ну что ж, до конца нашего эфира остаются буквально считанные минуты. Татьяна Петровна, пожалуйста, вам слово и время подводить итоги. Вы знаете, у нас сегодня очень актуальная, очень важная, интересная тема. И, безусловно, не беспроблемная тема. Безусловно, вообще демография это очень чувствительный индикатор любых перемен в государстве и обществе. Сегодняшний наш разговор показал, что в целом в Татарстане очень много позитивных перемен, которые, конечно, сопутствуют тому, чтобы семьи у нас были счастливыми, благополучными, успешными, чтобы качество жизни каждой семьи год от года все-таки повышалось. Но очень правильно, мне кажется, было подмечено, причем многими в этой студии, важно, чтобы государство помогало семье, но очень важно, чтобы и семья чувствовала ответственность за каждого члена семьи, за каждого ребенка. Когда в семье появляется ребенок, то из дома уходит тишина, покой, порядок и деньги, но зато приходит счастье. Я желаю каждой семье счастья, большого-большого и бесконечного, и, безусловно, обязательно счастья ответственного. Большое спасибо. Ну а я напомню, что это был большой телевизионный проект в объективе ТНВ «Большая семья». До встречи на ТНВ. До свидания. Тяжелый путь по жизни, но те родители, у которых много детей, они об этом не задумываются. И несмотря же ни на какие сложности, какие даже и военные годы, рожали, род продолжался и никогда не жаловались. Они любили и дорожили своих детей, несмотря ни на что. Это от Всевышнего, я считаю, что это данные чувства и совпадение как матери, так и отца. Я поражаюсь, когда десятки детей, такие же семьи есть, берут на воспитание. Иногда среди них и есть ребята, которые, ну, инвалиды есть. Вырастив своих детей, поставив на ноги, люди продолжают брать десятки ребят и ставят и выводить их на жизнь. Это низкий поклон.